Длительный стресс приводит к тому, что желудок становится более плотным, меняется его внутреннее кровообращение, то есть вся практически стоматология, она находится на шейном отделе. Но прежде чем оперироваться, почему не попробовать? Итак, дорогие друзья, я вас рад приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас день ответов на некоторые вопросы, которые возникают в процессе общения, в процессе просмотра видеоматериалов. На все тысячи вопросов ответить не могу, к сожалению. Это нужно большое количество времени потерять. Но общий вопрос, с которыми наиболее часто обращаются наши зрители, я это смогу сделать. К сожалению, конечно, если бывает так, что приходится отвечать кому-то даже, то для того, чтобы ответить, нужно подробно рассказывать. Потому что, чтобы ответ был более полноценный, нужно долго и подробно рассказывать. И поэтому, чтобы получить более достойный и правильный ответ, конечно, лучше обратиться к специалисту. Желательно бы, конечно, если эти специалисты работают у нас, потому что это профессионалы. Ну, или же тех специалистов, которые прошли у меня обучение. Это нужно, по крайней мере, они более правильно разъяснят всю ситуацию, которая сложилась со здоровьем. Ну, и, может быть, в какой-то степени помогут. У нас появился новый сайт клиники. И на этом сайте вы можете более подробно ознакомиться с специалистами. И мы там одновременно будем выставлять некоторые материалы, которые, я думаю, интересны для многих. И ссылка будет в описании под этим роликом. Итак, продолжаем. Да, варикозное расширение вен нижних конечностей, стенки матки. Оно чаще всего связано с тем, что функции печени снижены. Конечно, обычно рекомендуем своим пациентам, которые обращаются с этим явлением, сделать анализ крови. Ну, и если достаточно повышенный белирубин, то это указывает на то, что печень несколько уплотнилась. И вот это уплотнение печени, оно приводит к тому, что полая вена, она начинает поддавливать, поддавливаться печенкой и куполом диафрагмы. И за счет чего присасывающая функция сердца, она снижается. И вот тогда формируется застой. Ну, застой более ярче, если к этому еще добавляется геморрой. Обычно так нас природа устроила, что когда в полой вене накапливается большое количество токсинов, а токсины это, естественно, то, что и расслабляет стенки сосудов, на фоне чего и возникает варикозное расширение, то вот тогда организм начинает стравливать иногда вот эти токсины через геморройный узел, через кровотечение. Ну, конечно, это решаемая задача, и нужно в первую очередь привести в порядок печень. Ну, а если печень приводит, то, естественно, весь живот нужно привести. И полая вена становится ненапряженной, неболезненной. И она как индикатор своеобразный того, что все пошло на улучшение. Помогает ли вестеральная практика при болезни крона? Да, здесь нужно учитывать такой фактор. Если болезнь крона врожденного характера, то здесь достаточно сложно. Но улучшить можно, будем говорить про улучшение. А вот если это приобретенное, то часто манипуляции на животе, они способствуют тому, что эта болезнь уходит. Так что нужно пытаться работать. Кстати, нам часто задают вопрос по поводу онлайн-обучения. Ну, на этот вопрос я могу ответить, что у нас онлайн-обучения нет. Это, представьте, это равносильно, что обучаться, наверное, той же борьбе по картинкам, по рисункам или боксу. Откроешь учебник, везде в учебниках все это описано. Но научиться боксировать, научиться бороться по книжке очень сложно. Ну, по крайней мере, для всех доступно. Поэтому желательно, чтобы рука мастера показывала, обучала, подсказывала. И в процессе работы обучала поддавливать силу, степень надавливания, степень смещения органа. То есть это передается непосредственно таким путем, когда учитель и ученик. Поэтому онлайн-обучение мы избегаем. По крайней мере, я не рекомендую. И не хочу этим заниматься, потому что качество специалиста страдает от этого. Конечно, можно научить, но качество – вот такая вот особенность. Обдавливание живота нужно делать стоя или сидя? Вообще, наверное, здесь более благоприятный вариант, когда в положении люжа. Но бывают ситуации жизненные, когда приходится делать, когда человек сидит в кресле. Когда человек где-то стоячий, стоит, невозможно сесть по разным причинам. И вот тогда, ну что же делать? Приходится работать и стоя. Но если специалист уже имеет навык работы с человеком, который лежит на спине, то, естественно, со стоячим нечто подобная картина. Это, конечно, учитывая свои факторы, факторы и смещения органов, смещения или, скажем так, наверное, изменения кровообращения в момент проведения манипуляции. Поэтому все имеет место быть. А вообще-то, когда подразумевалась работа, когда мы начинали заниматься вот этой висцеральной терапией, то подразумевалось, что человеку нужно оказывать помощь не только в положении, когда он лежит, а в положении, когда он сидит, когда стоит. Поэтому все имеет место быть. Какие мероприятия необходимы при синдроме дырявого кишечника? Вообще дырявый кишечник – это, наверное, синдром, который обычно, ну, как надуманный в медицине, такого понятия, как дырявый кишечник, практически-то и нет. Это примерно так же, как если шлаки в организме. Конечно, в медицине мы не говорим о шлаках, так и не говорим о дырявом кишечнике. Но в понимании дырявого кишечника – это когда они раздутые кишки, когда кишечник плохо работает, плохо усваивает пищу, тормозит с выводом токсических компонентов. Это вот в понятии дырявого кишечника. И, конечно, там иногда боли, которые сопровождают раздутый кишечник. Но это все решается как бы одними и теми же действиями. То есть манипуляции на животе, манипуляции на кишечнике и использованием таких дополнительных средств, как гирург терапия, аутотерапия, когда ауто-гемотерапия проводится на животе с помощью либо банок, либо непосредственно шприцом, когда подкалывается кровь. Ну, об этом можно почитать в энциклопедиях медицинских. И, кстати, вот до 50-х годов даже было пособие для акушеров-гинекологов. То есть, когда врач шел на прием к пациентке, которая страдает какими-то расстройствами органов малого таза, он всегда брал с собой шприц и набирал из вены кровь. И, оказывается, до 80 кубиков можно было ввести, представьте, 80 кубиков крови, которые вводились под кожу. Это по методичке, методичка за 50-й год по акушерству и гинекологии. Ну вот, и об этом очень хорошо пишет, скажем так, Пирогов в своих мемуарах. Есть там такая тема. Поэтому ауто-гемотерапия – это древнее направление, сейчас давно забытое, как бы из-за того, что якобы устаревшее. На самом деле, все новые, давно забытые, старые. Гематомы, они тоже иногда нужны. Запах изо рта, повышенное слюноотделение, громкое урчание в животе. Какие приемы могут помочь? Вообще, запах изо рта, конечно, здесь нужно рассматривать, возможно, непосредственно и зубы страдают. Но чаще всего специфический запах желудка, его, наверное, ничем не сравнишь. А желудок всегда начинает пахнуть тогда, когда он напряжен. То есть, человек в стрессе. Длительный стресс приводит к тому, что желудок становится более плотным. Ну вот, это, естественно, меняется его внутреннее кровообращение. И на фоне вот такого напряжения в желудке обычно мы сталкиваемся с появлением хеликобактери, который тоже хорошо пахнет, очень хорошо пахнет. Ну и, естественно, когда желудок напряженный, функция его снижается, нарушается. Он перестает нормально формировать пищевой комок. Ну вот, и за счет этого начинаются и возникают гнилостные процессы. То есть, возникает повышенное газообразование, потому что пищевой комок неподготовленный поступает в тонкий кишечник. Ну вот. И, кроме всего прочего, конечно, на этом фоне могут появляться даже отрыжки. Конечно, на современном уровне мы сталкиваемся с тем, что, казалось бы, одна и та же проблема, но по-разному решена. У молодого человека, у которого появилась проблема с желудком вот такого же порядка, запах изо рта и дискомфорт, отрыжки, он начал кататься на мече, добился очень хорошего результата. Вот на днях я смотрел такого парня, идеальный живот. И в то же время другой вариант, когда другой, правда, среднего поколения мужчина, тоже появилась нечто подобное в ситуации, он начал подкатываться на мече, но все это дело привело к тому, что возникла проблема боли в сердце. А уже по ходу выяснилось, что там напряженная аорта, то есть ишемия аорты, или, как ее называют, окклюзия аорты. И вот раскатывая на мече, конечно, он рисковал. То есть могло произойти расслоение этой аорты и гибель человека. Поэтому будьте внимательны. Только специалист может вам подсказать, нужно ли и как, и можно ли кататься на мече. Но вообще этот желудок, который нужно поподдавливать, хотя бы пальчиками, аккуратненько, осторожненько, учитывая фактор напряжения именно аорты. Ну и учитывая то, что аорта еще, вернее, желудок накрывает и надпочечник, то можно получить и другой вариант. Это когда за счет такого неправильного поддавливания желудка можно передавить этот надпочечник. Тогда уровень, скажем так, гормонов, вырабатываемых надпочечником, он меняется. И что может отразиться, естественно, и на щитовидной железе. Поэтому тут цепная реакция. Но, по крайней мере, будьте внимательны в этом плане. Отчего немеют кончики пальцев рук? Вот чаще всего основная масса вот таких вот проблем, которые возникают с пальцами, она связана с шейным отделом. Шея. Шея выходит нервный волокна, который управляет кровоснабжением наших конечностей, руки. Также кровоснабжение верхушки легкого, сердца, щитовидной железы, зубы. То есть вся практически стоматология, она находится на шейном отделе. И поэтому вот общее пожелание – не запускайте шею. То есть шея, я как обычно говорю, вот она должна быть такая, вот как этот палец. Палец не болит, вот такая же должна быть шея. Ни в одной точке не должно быть боли при надавливании на ней. И если говорить о состоянии шейного отдела, то при надавливании на шею чаще всего болят не мышцы, а болят нервные волокна, которые отекли. И поэтому если разминать аккуратненько, без фанатизма шейный отдел, можно добиться того, что нерв проводимость его восстанавливается, а кровообращение становится лучше. И тогда мы сохраняем с вами наши зубы, нашу щитовидную железу, наши пальцы, нашу кожу на шее, на лице, потому что кожа тоже иннервируется непосредственно с шейного отдела. Слух, скорость мышления, память, ну и естественно даже и зрение, ну не то что зрение, затылочные бугры, они имеют отношение. И тяжесть в голове, там боли в голове, это шея. И не только не имеют пальцы, но ведь, скажем, сосуды нашего мозга, они таким образом не жалуются. Здесь почувствовали анемию, начинаем что-то делать. А там просто сосуды схлопнулись. И тогда ответная реакция, либо поднимается давление, либо оно наоборот падает давление. Но это опять шея. И поэтому прежде чем принимать таблетку, может быть, нужно подумать, может быть, шею размять, провести такую процедуру. Но опять же, нигде не должно быть фанатизма. И, конечно, может быть, первую процедуру должен сделать специалист, прошедший обучение. Ну, а уже, если нет такого специалиста, то на свой страх и риск аккуратненько, потихонечку начинаете работать с шейным отделом. Убирая вот эти напряженные ткани, которые появляются, что они здесь, что здесь, что здесь, их не должно быть. Нигде, не внизу. И поэтому и голова хорошо поворачивается. А мы с вами должны помнить о том, что перед инсультом у человека голова ограничивается. Это народная примета, что если человек перестал поворачивать голову, жди инсульт. А если уже появляются постоянно какие-то мушки в глазах, или появляется ощущение, что волос, и вы ведете в автомобиль, и вам волос это мешает, хотя вроде волос никакого нет. Волосы короткие. Это первый признак того, что нужно съехать на обочину и немножко поработать с шейным отделом, чтобы этот волос исчез. Так что, вперед. Способствуют ли упражнения на мышцы брюшного пресса улучшению состояния внутренних органов живота? К сожалению, наверное, косвенно, процентов только на 10. То есть у нас вот такой был интересный случай. Ко мне приехал мой давнишний приятель, который был уникален тем, что он мог держать чуть не полчаса уголок. Представьте уголок, зацепится за что-то, за перекладину, повиснет и угол держит полчаса, 20 минут, по крайней мере. Хотя это его анатомическая особенность. Так вот, он приехал ко мне из-за того, что внутри в животе был полный дискомфорт. Грыжа белой линии, напряженный желудок, проблема поджелудочной железой, застой в области печени. То есть, и вот брюшная стенка, к сожалению, она, хотя вот такая, она у нее достаточно, как накачанная, или возможности у нее высокие, но, к сожалению, эти возможности не коррелируются с тем, что происходит именно внутри живота. Поэтому здесь нужно обязательно сначала живот, а потом уже мышцы. Как вы относитесь к прикладной кинезиологии? Я считаю, что все имеет место быть. Все имеет место быть. Если даже я ей не владею, это не значит, что она не существует. Да, она есть. И есть, я знаю, специалистов, которые очень хорошо работают с кинезиологией. Но, к сожалению, у меня не получается. Ну, по разным причинам. Стрии на коже спины и не только. Это показатель чего? Чаще всего стрии – это индикатор ненормальной работы левой почки. И практически, если мы рассматриваем живот пациента, который приходит со стриями, чаще всего это после родов, после родовые. Но нужно обратить внимание, что много женщин рожает, но не у всех стрии, а только у тех, как говорят богом помеченные, это то, что слабая левая почка. Да и у мужчин, если зайти в спортивный зал, можно увидеть растяжки на плечах, на ягодицах, на бедрах. И таких ребят достаточно большое количество. Я как-то тут ходил одно время в зал, я наблюдал таких ребят, даже к одному подошел. Он качает мышцы, весь такой красивый, раскачанный. Я говорю, слушай, у тебя вот проблема, судя по тому, что на животе растяжка и на плече растяжки. Он говорит, да это я вот тут перегрузился. Я говорю, ну насчет перегрузки может быть. А вот давай я тебе покажу, где. Я его положил на маты, продавил эту левую почку. Говорю, вот если будешь поддерживать в таком состоянии, как я ее сейчас оставляю, то тогда твои стрии больше не появятся. А эти стрии, если их поскоблить немножко там баночкой или гуаша на них сделать, то они уходят, исчезают. Так что это вот один из признаков того, что ослаблена левая почка, снижение ее функции. Если у меня болит какой-то орган, я могу его сразу разминать или надо начинать с желчного? Вообще, ребят, здесь такая интересная особенность. Конечно, как экстренная ситуация, можно поддавить. Но вообще-то, чтобы провести оздоровительную процедуру, должен цикл определенный. Предыдущие органы, там есть определенная последовательность, которую желательно бы соблюдать. И вот если мы предыдущие органы улучшим, то улучшается и последующие. И если мы с вами продаем даже этот проблемный орган, улучшим его функцию, то последующие улучшатся на следующие верхние органы, которые как бы эстафетную палочку передают. Они остаются в том же состоянии. И опять проблема будет возвращаться. И поэтому, чтобы более правильно и комплексно подойти, нужно отработать весь живот, но уделить больше внимания тому органу, который ослаб, который кричит, который показывает, что свое ослабление болью. Можно ли делать висцеральный массаж при наличии кист? Нет, ну, конечно, определяется, какие кисты. Если есть жидкостные кисты, то есть опасность, особенно для начинающих. Лучше начинающим не браться за это дело, потому что может киста лопнуть в полости живота, излиться в полость живота. Тогда возникает проблема. Конечно, если кистоиды более твердые, ну, поликистоза, предположим, то здесь такой большой опасности не представляет. Но решить эту проблему, конечно, с оздоровлением, используя не только манипуляции на животе, но, опять же, дополнительно, это могут быть пиявки, где-то даже пчела, банки. Но, опять же, убедившись в том, что там уже то поле, на котором мы работаем, поле живота, оно не имеет, там, скажем так, ярко выраженных болевых участков, такого ярко выраженного напряжения, спазмов, то тогда в этом районе можно смело работать. Ну, и поэтому, конечно, здесь нужно учитывать еще, где кисты находятся. Киста печени – это такой вопрос достаточно сложный, интересный. Поэтому для начинающих висцеральных практиков, наверное, не стоит браться за это. Или браться, опять же, под присутствие каких-то диагностических средств. Ну, а если кисты, которые на почке, то, и, опять же, если они жидкостные, то некоторые жидкостные кисты уходят в результате поддавливания. Легкого поддавливания до появления легкой-легкой боли. Ну, вот. А в некоторых случаях кисты уходят после, опять же, постановки банок. То есть она вылезает такими волдырями. Ну, и обычно, когда волдыри вылезли, волдырь часто вылезает не только с прозрачной жидкостью, но и как бы с кровью. То вот такой волдырь, который вылез в результате постановки банки, то чаще всего кисты исчезают. Это указывает на то, что там кисты является основой этой патологии. А так-то, конечно, наша медицина, она рекомендует часто оперироваться. Но прежде чем оперироваться, почему не попробовать? Конечно, дополнительно нужно пропить какие-то, можно даже, растительные препараты. То есть взять корень лопуха, настойка. Можно медовые настойки корней лопуха. Иногда был такой интересный случай, когда человек пропил приготовленный им самим же корень настойка хрена. Ну, а мы знаем, что хрен – это мощный антибиотик растительного порядка. И вот этот антибиотик тоже очень хорошо влияет на кистоиды. Способствует уходу. Ну, а в некоторых случаях из семейства хрена, или, так сказать, одной группы, катран. Вот сейчас мы опробируем такой препарат, который приготовлен из катрана, пищевой продукт. Посмотрим. Если будет что-то с него положительного, то обязательно вас об этом известим. Ну, так же, удачи вам! Как можно вылечить токсоплазмоз? С токсоплазмой, конечно, посложнее. Там есть хронические формы и есть острые. Как один из вариантов, наверное, это ректальные капельницы с помощью слабого раствора перекиси водорода. Но, опять же, я думаю, что прежде чем что-то такое подобное делать, вы должны проконсультироваться со специалистом. потому что ряд особенностей нашего анатомического строения. Ну, и бывает так, что с прямой кишкой проблемы. Поэтому здесь с токсоплазмой – это как один из вариантов. Конечно, есть достаточно большое количество фитопрепаратов, которые тоже имеют отношение. Но это все равно длительный процесс. Длительный процесс. И вообще, конечно, борьба с токсоплазмозом – это достаточно сложное занятие. Но профилактика – это не держите дома кошек и собак. Избегайте поцелуев, облизываний кошек. Потому что это не только аскоридозы, но и вот токсоплазмозы. И нужно помнить, что токсоплазма – иногда можно ей заболеть козы, которые имеют возраст более трех лет. То есть у них появляется склонность к таким болезням. Поэтому, коллеги, профилактика должна быть. Но уж коли заболели, все-таки стоит, наверное, обратиться к нам. Потому что, конечно, все рассказывать, и, наверное, всю, так сказать, технологию оказания помощи здесь сложно. Поэтому проще, наверное, обратиться. И попробуем, попытаемся разрешить эту тему. Потому что я не говорю, особенно не говорю про хронические стадии. Острые стадии, она, да, ее можно потушить. Но нужно учитывать такой фактор, что часто циррозы печени, зрение, а также психические расстройства – это все-таки токсоплазмоз. А иногда в основе паркинсонизма тоже лежит токсоплазма. Поэтому иногда пациенты, которые обращаются с паркинсонизмом, с паркинсоном-болезнью, мы рекомендуем первое, что нужно сделать анализ на токсоплазму. И потом уже заниматься всем остальным. Коксартроз. Показания к операции и замене сустава. Стоит ли бороться за свой сустав? Если да, то как помочь? Вообще, конечно, токсартроз – это болезнь, связанная не только с травмой сустава. Чаще всего это, конечно, заболевание. И даже если мы имеем свою статистику, что часто левый сустав разрушается при ишемии брюшной части аорта, правый сустав начинает разрушаться при патологии печени с желчным пузырем. Но если это в комплексе, и там, и там, то есть и проблема печени с желчным пузырем, и проблема ишемического характера, то этот процесс идет достаточно интенсивно. Поэтому, чтобы решить эту проблему, то нужно сначала заняться именно животом. Как бы привести живот более-менее в порядок, а потом уже одновременно, и, скорее всего, даже не потом, а одновременно работать сначала с суставной сумкой. И, конечно, здесь можно вспомнить работы Волкова Евгения Егорыча. Очень интересный доктор, профессор. Он в своих работах как бы восстанавливает костную ткань. У него есть специальное устройство, которое вызывает рост костной ткани. И есть интересная у него книжка, которое как бы он собрал снимки пациентов до процедуры, после, и причем приличный каталог. Ну вот, мы как бы с ним сотрудничаем, и вместе одновременно, так как он не занимается животом, то чтобы добиться хороших результатов, мы работаем совместно. То есть мы отработали, привели живот в порядок, улучшили функцию кровообращения тазовых органов. А вот теперь уже его работа, когда включаются, скажем так, те устройства, которые он... И одновременно, конечно, у него есть аппаратура, которая позволяет замерить разрежение костной ткани. Ну вот, и мы видим, как при работе с животом разрежение костей меняется в лучшую сторону, то есть оно уменьшается. И вот в сочетании всего такая терапия. Конечно, нужно бороться за свой сустав, потому что железка есть железка. А вообще по законодательному акту, предположим, Швеции, оказывается замена тазбедренного сустава на железку может быть только в 70 лет. Потому что, представьте, все эти железки, они имеют свой срок жизни, свой срок годности. Ну, от 6 до 10 лет. А дальше что происходит? Дальше происходит то, что человек может слечь и не подняться. Я бы не рекомендовал. Боритесь за самого последнего. Перестал работать пищеварительный тракт. Живот вздулся. Наткнулся на ваше видео. Нашел висцерального массажиста в городе. Он помог. Но у меня упало давление. Мое 110 на 90 стало 90 на 60. Может это произойти от массажа. Что можно сделать, чтобы восстановить? Друзья мои, здесь одна маленькая особенность. Особенность заключается в том, что разница между верхним давлением и нижним давлением должна быть около 40. Так вот, как раз, если взять между вторую, то есть второе давление, которое у него возникло, это как раз давление, оно более ближе к норме. Как ни странно. Потому что между первым 90 и 110 разница всего 20. А здесь разница 30 между 90 и 60. Поэтому это более функционально. И очевидно, вас просто испугали цифры. А на самом деле, посмотрите, по состоянию здоровья, мне кажется, оно лучше. По крайней мере, должно быть. Интересует проблема псориаза. Какими методами лечится? Псориаз – это грибки, которые поселяются на теле человека в результате того, что через проекционные зоны начинается выделение определенных токсинов, которые являются питательной средой для этих грибов. Поэтому выход-то из положения – это наведение порядка в нашем собственном животе. Ну вот. И здесь как раз висцеральная практика, она незаменима. И у нас было предостаточно случаев, когда мы, и опять же, работая с животом, добивались результата ухода, так сказать, вот всех этих патологий. Но здесь нужно понимать, что то, что мы едим, то мы и есть. Поэтому наша пища, она должна быть как бы более правильной. Ну и вот здесь первое, что начинается, это подбор пищевых продуктов. Конечно, существуют разные методики, но, по крайней мере, я вам подсказываю, что нужно исключить из рациона мучные изделия, ограничить, по крайней мере, или ограничить, добиться того, чтобы живот не раздувало газом, то есть кишки, чтобы не были раздутые. Ну и как один из других вариантов, ограничить потребление молочных продуктов или вообще-то отказаться желательно, если у вас псориаз, потому что это те слизи, которые являются питательной средой для многих грибков. Ну и, конечно, сахара. Сахар нужно поменьше кушать, а вот взять финики, взять мед, какие-то, если чай, то, может быть, с сухофруктами попринимать этот чай. Ну, замена сахара должна быть. И даже вот если мы с вами начинаем ограничивать вот эти вот пищевые компоненты, исключать их из рациона, то замечается, что псориазные пятна начинают уходить. И как дополнительный вариант, это когда вы принимаете душ, то берется сода и натирается то место, где есть псориазные пятна. Конечно, нужно для пробы сделать таким образом. Сначала принять душ и пока тело сырое, натереть содой какой-то участок. Если этот участок начинает оздоравливаться, то дальше протирание всего тела можно осуществить. Конечно, это для того, чтобы хотя бы внешне как-то хорошо выглядеть. Но нужно понимать, что внутренняя среда, если ее не изменить, она опять вернет, и она будет возвращать, и вам придется постоянно пользоваться содой. Ну, такой вот вариант. Александр Тимофеевич, осветите тему рефлюкса, пожалуйста. Вы знаете, чаще всего, конечно, рефлюксы возникают из-за несмыкаемости различных, скажем, сфинктеров. Если запрос желчи идет в желудок, то это связано с привратником желудка. То есть он напряжен, спазмирован. И не всегда закрывается. Конечно, один вариант, когда он закрылся, не открывается, оперирует. Ну, конечно, это тоже можно посредством бисцерального массажа убрать. А другой вариант, когда сфинктер открытый, желчь истекает, ну, естественно, если она затекает в желудок, то возникает вот такое неприятное ощущение. Но чтобы это убрать, нужно привратник желудка расслабить. А за счет манипуляций. И опять же, манипуляции, когда будете делать, обращайте внимание, чтобы быть внимательны, если там проблемы с аортой. А размяв часто бывает, что этот рефлюкс, заброс исчезает. Конечно, еще клапанная система, кардиальная часть желудка, бывает, там тоже несмыкаемость клапана, тоже заброс. Но в кардии разрешается эта проблема каким образом? Разминается сам желудок, тело желудка расслабляется, и ответная реакция, пищевод тоже по-своему реагирует на это все. Ну вот. И вот такие вот проблемы, они часто еще сопровождаются ослаблением передней стенки живота, и появляются различные диастазы, появляются грыжи белой линии живота. То есть, это вот как один из симптомов того, что там не все в порядке. Ну и в то же время работа с животом, и постановка банок на область диастаза, конечно, если она не запредельная, то часто решает эту проблему, задачу. Пожалуйста, расскажите, как избавиться от послеоперационных спаек в кишечнике? Вообще, послеоперационные спаеки, чаще всего, если взять нашу практику, то это создание искусственных гематом. То есть, ну и если взять опять же 50-е года прошлого столетия, там я уже упоминал о том, что была инструкция для врачей-гинекологов, чаще всего в гинекологии формируются такие спаечные процессы. Ну вот. Но, конечно, вот если взять наши висцеральные практики, то там манипуляции должны быть на животе, когда эти спаечки мягко растягиваются. Конечно, во время растяжки небольшая боль присутствует, после которой, после того, как растяжка уходит, боль исчезает. Ну а для того, чтобы еще, так сказать, завершить этот вариант, то делается аутотерапия, когда под кожу вводится именно под кожу, только не в жировую ткань, а под кожу кровь самого пациента. Ну и в количестве там, если это нижняя часть живота, от 20 кубиков до 40, все зависит от величины. Ну, конечно, это действие в основном проводит только врач, потому что он более, так сказать, ему официальное разрешение, юридическое. Если же у вас нет возможности подкалывать, скажем, под кожу живота, то баночки, баночный массаж, то есть ставятся банки небольшого размера для того, чтобы сформировать синяк. Ну, а в некоторых случаях я знаю человека, который, будучи на Алтае, а так сложилось, что женщина, там, сложилось так, что у нее очень сильно болел живот, и вот в данный момент, когда он оказался рядом с ней, у нее появились жуткие боли в животе, он сначала чуть-чуть подразмял живот, а потом, а так как под руками ничего не было, он просто потихонечку выщипал. Ну, вот, выщипывает же ткань. И вот он весь живот навыщипывал. Конечно, это болезненно, но зато спайки исчезли. Она ему была очень благодарна. Но, правда, нижняя часть живота вся была в гематомах. Конечно, если ей обратиться в суд, то такого человека могут, так сказать, осудить. Но, вообще-то, видите, жизнь полна разных противоречий. Поэтому, чтобы задача поставлена, цель есть, нужно убрать, значит, вот как один из вариантов. Так же, как иногда неработающий желчный пузырь и нет под руками банок или чего-то, мало ли, где-то на природе, где-то человеку стало плохо. Поддавил, снял напряжение, а потом взял и выщипал. Тоже руками выщипывается эту область. Образуется гематомка, и которая решает задачи. Ведь обратите внимание, в истории, или в литературе есть описание, когда бабушки делали загрыз, грыжи ребенка. То есть, они губами водили, водили, раз, укусили, синячок образовался. Опять гладит, гладит, опять укусило, опять гладит, гладит, и 3-4 укуса, и у ребенка грыжа исчезала. Конечно, может быть, современная медицина нас не поймет, но, тем не менее, вот вам, как один из вариантов, который действительно работает. И вот, спайки, особенно, если спайки в малом тазу, то они могут решиться как вот этим способом, так и теми, которые я перечислил. А так, конечно, использование различных лекарственных средств, то, что используется в медицине. Но, знаете, самое простое, это вот то, что я вам сказал. Конечно, в старых источниках можно найти и такое явление, когда различными мазями, натирками, натирали живот, опять же, после подготовки, после проминания живота. А потом уже эти растирки, они хорошо впитывались и происходило рассасывание. Вопрос по поводу гепатита B. Печень уплотнена, поджелудочная уплотнена, селезенка увеличена. Возможен ли висцеральный массаж данных органов? Даст ли это какой-либо положительный эффект? Да, обязательно, потому что улучшив микроциркуляцию кровообращения легче бороться с этой болезнью. То есть оздоровительные процедуры уже легче проводятся. Конечно, на фоне лечения, которое будет состоять из приема расторопши, хитин, ну и манипуляции на животе. И, конечно, здесь нужно учитывать, может быть, даже где-то, если гелирубин повышенный, синим цветом посветить на область печени, как делались всегда во время рождения ребенка, когда ребенок рождается желтушный, ну вот, его под синюю лампу 30 минут подержат, несколько дней по 30 минут, и желчизна уходила, то есть гелирубин становится водорастворимой, и организм его выводит. Так и здесь тоже, если мы с вами проведем процедуру, которая улучшит кровообращение самой печени, желчного пудря, да и кишечника, ну, улучшив, то, естественно, разрешение проблемы с гепатитами, она стоит, скажем, быстрее решаемо. Спасибо, уважаемые друзья, надеюсь, мы с вами еще увидимся, надеюсь, те вопросы, которые вы задаете, мы сможем ответить на них, ну, и приглашаю вас подписаться на нашем YouTube, удачи вам, здоровья. Спасибо. Продолжение следует...